Майнкрафт 4U Наиболее распространенный сценарий его использования это установка Optifine на чистый Майнкрафт, ведь даже если вы хотите играть в оригинальном мире, то повышенное качество графики и стабильный FPS вам не помешают, и для этого совсем не обязательно устанавливать Forge. Перейдем же от слов к делу и попробуем отредактировать один из наших jar файлов. Для этого в первую очередь необходимо перейти в папку с игрой Versions. Эта папка находится в апдейте для лицензионных игроков, а пираты должны сами знать, куда их лаунчер устанавливает основную директорию игры. У OpenLauncher это директория юзера на диске C. Итак, что мы видим в папке версий? Естественно мы видим здесь версии. Здесь по папкам рассортированы 162, 164 и 172, а также моя отдельная сборка. Все они создаются только при запуске данной версии в лаунчере, поэтому если вы еще ни разу не запускали Minecraft, то вы здесь ничего не найдете. Давайте будем редактировать 164. Для этого скопируем данное ядро. Это необходимо для сохранения оригинальной версии игры, так как при установке, допустим, Forge обязательно иметь стандартное ядро, а если вы его уже отредактируете, то будет не очень хорошо, потому что оно будет переноситься у вас между остальными сборками. Так что его лучше хранить как бэкап. Вот мы переименовали наше новое ядро, незамысловато, но после этого оно еще не будет отображаться в списке версий в настройках профиля. Чтобы это происходило, необходимо переименовать оба файла внутри папки таким же именем и еще в файле JSON обязательно напротив параметра ID написать новое имя и сохранить. Вот после этих действий у нас будет в настройках профиля отображаться новое ядро. Но пойдем далее. Откроем JAR-архив с игрой. Здесь все стандартно, классы, метаинг и другие папки. Поставим в него Optifine. Оригинальная версия Optifine, не перепакованная, распространяется в JAR-архиве. Скачал я ее на официальной ветке Minecraft форума. Давайте возьмем и переместим все файлы из этого архива в наш архив с игрой. И запустим. Для теста создадим новую сборку, новый профиль. И вот видим, в выборе версии появилась наша копия. Сохраняем, выбираем данный профиль, запускаем. И сразу же видим ошибку. Все, кто ставил моды до 1.6, сразу поняли в чем дело. В архиве остался метаинг. В версии 1.6 все остается по-прежнему. И в остальных версиях так же. Метаинг всегда стоит удалять, если вы вносите хоть какие-нибудь малейшие изменения в архив с игрой. То есть, если здесь даже будет какой-нибудь текстовый файл, и вы поменяете в нем одну букву, то игра сразу же перестанет запускаться. Поэтому сразу удаляйте эту папку. Когда бы она не появлялась перед запуском, ее не должно быть в любом случае. Пробуем еще раз запустить. И все замечательно, игра запускается. Но при прямой установке в JAR-архив вы никак не сможете проверить наличие мода установленного, работает ли он, кроме как опытным путем. В случае Optifine достаточно зайти в настройки графики, и мы здесь видим большое количество настроек, которые добавляет именно Optifine. А значит, он установился, и все в порядке. Но если вы, допустим, будете ставить мод на улучшение деревень, один из таких модов, и если ему потребуется установка в JAR-архив, то проверить вы сможете его работоспособность, только полетав по миру и поискав деревни. Если деревни будут видоизменены, значит все стоит и все работает. Хочу обратить ваше внимание еще на одну вещь. Некоторые моды, устанавливаемые в JAR-архив, требуют дополнительных аргументов в JAR-машине. Обычно об этом сказано сразу в инструкции по установке на официальной ветке форума. Поэтому внимательно читайте описание, и не забывайте про это. Также такие строки иногда встречаются и при установке с Forge, но это гораздо реже. Поэтому не забывайте про это, обращайте внимание. Вот, собственно, и все. Все, готово. Теперь вы знаете все о работе с JAR-файлом игры. Напоследок хочу дать один небольшой совет. Делайте копии JAR-файла перед распаковкой в него каждого следующего мода. Это позволит вам оперативно откатывать изменения архива без лишней мороки. А в следующей серии мы рассмотрим установку модов с помощью Forge. Если у вас остались какие-либо вопросы, пишите их в комментарии. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok